Там два таких из заместителя, один заявил, другой Воронцов. У меня напали сотрудники полиции. Начали запихивать меня в машину, так сказать, били по ногам до крови. Я получил терепно-мозговую травму, ноги были избиты. Да, им так удобно. А для того, чтобы не доказывать в суде, что это я, они просто объявляют человека сумасшедшим и сажают его, так сказать, на неопределенный срок в психиатрическую клинику, чтобы потом заколоть его там различными психотропными веществами. Ну, просто говоря, убить. Против него вынесено постановление о присуждении ему бессрочного принудительного лечения. Это сговор. Вынес этот судья мировой Кандауров. Под окнами сейчас дежурит какая-то машина. Я предполагаю, что это именно сотрудники ОМВД. Возможен штурм? Конечно, возможно. На нашей стороне все возможно. Вот, подъехала ПС. Ворвались в наш дом в масках. Ну, вот, как-то вот так. Но я сказала спасибо, не надо, потому что, по мне, вот, все, к чему прикасались, взять бы выкинуть или сжечь. Это больше похоже на грабеж. В таком виде подло. Это подло. Сначала они откровенно просто ржали. Если вы сейчас этого не сделаете, то мы вскроем вам полы. Дайте мне хотя бы сфотографировать постановление. Не дали. То есть, человек совершил подлость, соврал, который считает себя почему-то офицером. Ну, я не считаю такого человека офицером. Я считаю, что это низость и подлость. Вот. Теперь я понимаю, для чего нам нужно носить маски и перчатки, чтобы те злодеи, которые будут вбываться в ваш дом, чтобы вы не могли потом их узнать. Ну, вот, как я уже в очередной раз убедилась, этим людям верить нельзя. Вы знаете, настолько мерзко и противно, что, ну, я им от души пожелала, чтобы каждый получил все, что сделает для людей. И я знаю, что так будет. Так было, так есть, так будет всегда. Вчера вечером был обыск Владимира Юрьевича Шуманина. То есть, вот так вот беззаконно действует. Привет, Надежда. Я так понял, к Владимиру все-таки пришли, да? Да, к вам приходили сегодня. Да, пришли. Во сколько это все началось? Около пяти часов вечера. Сначала они долго стояли на дороге почему-то. И нам позвонили то соседи, то знакомые мимо проезжали. Вот, что у вас на повороте к дому стоят две машины чужие. И сколько дом у нас расположен в таком месте, что здесь только живут, ну, проживают те, кто проживает, заезжают сюда. Поэтому чужие машины сразу видно. Около пяти часов вечера я услышала стук в дверь. Стучали, звонили именно вот в нашу дверь. В подъезд они зашли, кто-то их запустил. И начали долбиться. Я спросила, кто? Сказали, полиция. Я говорю, ну, я вас слушаю через дверь. Открывайте. Я говорю, основание. Вот сейчас вы откроете, и мы вам зачитаем постановление. Я говорю, ну, если вы как бы с такими серьезными намерениями, тогда я звоню адвокату. Ну, вот пока мы там с ними припирались, я позвонила адвокату, он выехал к нам. Но они продолжали долбить. Сказали, что адвокат может присоединиться на любой стадии обыска. Вот, и когда они сказали, что они будут болгаркой пилить дверь, естественно, мне пришлось подчиниться. Простите, я одна, слабая женщина, а там целая кодла непонятно кого. Вот, зашли в дом. Все погражданки в масках и в перчатках. Если честно, вот в этот момент я поняла, для чего все ходят в масках и в перчатках. Я так думаю, что сейчас до 31 мая прокатится просто волна обыска. И представляете, вот к вам заваливаются люди погражданки и говорят, мы полицейские, они в масках и в перчатках. Ты их не узнаешь, отпечатков они нигде не оставят. Очень удобно и очень здорово. Привет коронавирусу. Ну, с ними был еще ОМОН, несколько таких крепких ребят в бронежилетах и с оружием. Ну, видимо, я представляю очень серьезную опасность. Было человек 8-10, честно говоря, я вот их не посчитала. Зашли, начали читать это постановление. Я говорю, давайте дождемся адвоката. Ну и слава богу, что адвокат подъехал, пока мы еще тут в дверях толпились. Они очень не хотели его пускать. А покажите удостоверение, а покажите... Ордер требовали. Ну, короче, он должен был... Ордер, да-да-да-да. Ордер, он говорит, ну давайте я зайду и заполню. Я же, говорит, не буду в коридоре на коленке его заполнять. Нет, вот вы заполните, потом вы зайдете. Ну, заполнил, зашел. Они опять зачитали это постановление. Просили расписаться на постановление. О чем? Я сзади написала, что мне его зачитали. Я сзади на постановлении написала, что меня принудили расписаться. Но я поставила только инициалы и фамилию. Вот такой вот, как росписи, я не ставила. Ты требовала удостоверение предъявить от них? Да, мне двое. Сначала один сунул прямо вот в нос удостоверение. Я говорю, я плохо вижу. Мало того, что в очках, но я даже в очках не очень хорошо вижу. Вот, ну единственное, я разобрала только фамилию. Фамилию, да, я даже имя, отчество толком не разобрала. Потому что, ну, прихожая, не очень светлое у нас помещение. Потом, значит, я попросила остальных. Фамилия Курденков, один, второй Кадыров. Имя отчества я не запомнила, но можно в интернете посмотреть. Остальных попросила представиться гробовое молчание. Понятые у них были заготовленный такой рояль в кустах. Такие крепкие, молодые ребята с таким сталинским взором. Прям вот непоголебимые, ни слова лишнего, как статуи стоят. Вот, и я спрашиваю, может быть, у вас ребята где-то в полиции работают? Те, кто работает в полиции, не имеют права быть понятыми. Вот, ну, короче, так и не ответил. Он на этот вопрос, работают ли они в полиции. Я говорю, ну, там уже на лестнице полно народу, возьмите их понятыми. Просто игнор вообще полный, даже не отвечал на мои вопросы. Потом я, значит, позвонила одному знакомому в Москву, и он говорит, ну, а почему ты не записала их нагрудные знаки, номера? Нагрудных знаков-то нету, они же по гражданке. Вот, ну, хотя бы, говорит, надо было записать номера удостоверений и звания. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, номера удостоверений, чтобы я могла их записать. Вам все показывали. Я говорю, ну, вот однако же я не увидела. И сейчас я повторно прошу, и адвокат попросил. Вообще, ноль эмоций, как будто, знаешь, еще и ухмыляется, стоят. Сначала прям так бодренько зашли, потом что-то там с ними такое произошло, и они стали как-то более вежливо действовать. Не знаю, что там у них разыграло. Выгребли сначала все, что их заинтересовало. Знаешь, что сыграло? Что? Они увидели, им сообщают, что видеоматериалы. То есть они надеялись, что они втихую зайдут, все выгребут, все камеры спрячут. Это как у меня было. То есть у них цель была сделать это все скрытно, без отпечатков, без удостоверений, без всего вообще. Но как только пошли первые видеоролики в интернете, они сразу поняли, что не получилось у них скрытно это все сделать. После этого они начали более-менее вежливо общаться. Постановление, да, они какое-то там предъявили. Те копию выдали? Нет, конечно. Более того, ну как бы вот опережая события, когда они уходили, и адвокат самоделкин Олег Владимирович, он сказал, что выдайте нам копию. То есть одно дело я, да, вот такое. Постановление не выдали. Копию вы требовали, тоже отказали, да? Требовали копию, требовали хотя бы сфотографировать на телефон. Прям выдрали из рук это постановление и сказали, что завтра, послезавтра. То есть весь список того, что они выгребли из дома, этого нет. То есть можно потом добавить все, что угодно, переписать все, что угодно. Протокол обыска они составили, но копию вам не выдали, правильно? Нет, и не выдали, и не... Ну, зачитали, но поскольку они изъяли у меня видеокамеру и телефон, и... То есть у меня ничего нет. То есть все доказательства и их правонарушения они у вас изъяли? И телефоны, и видеокамеры, и все полностью? Да, да. И даже видеорегистратор камер наружного видеонаблюдения. Постановление кто подписал? Выписал судья Доценко, председатель городского суда. От какого числа постановления, не помнишь? От сегодняшнего? От 20-го. От 20-го. От 20-го, 05-го, да. То есть они два дня дежурили и готовились? Да. А ты не заметила, дата в постановлении вписана вручную или напечатана? Все напечатано. А понятые были какие-нибудь? Только тех, которых они привели с собой. Они паспорта предъявляли? Прописывали паспортные данные в постановлении, в протоколе? Нет. А паспортные данные этих ребят, они что-то там, да, вписывали, но мне не показали и даже не сказали, как их зовут. А они паспорта показывали свои, предъявляли? Показывали только понятые. А остальные вообще не представлялись курденков. И Кадыров показали служебные удостоверения так быстренько. Развернули, убрали. То есть, естественно, у меня не было возможности все записать. Остальные вообще не представились. Кто они, что они, я не знаю. Подскажи, кто-то из присутствующих снимал маску хотя бы раз? Нет. То есть, понятые показывали свои документы удостоверяющие личность и при этом не снимали маску? Да, в масках. Нет, не снимали. Никто не удостоверился, я так понял, что паспорт соответствует лицу? Да, никто не проверял. Ну и, соответственно, вот эти все опера так называемые и ОМОН, они не предъявляли, да? Не показывали свои лица, не спускали? Нет, вообще. Не снимали лица, не показывали своих документов. Расскажи, пожалуйста, я слышал, там была угроза по поводу того, что если не отдадите камеры, то мы вам полы всыковываем. Да, после того, как собрались уже уходить, все выгребли, что могли, в мешки упаковали, я убрала видеокамеру, которая села у меня на груди, и свой сотовый телефон. Кадыров подошел ко мне, сказал, что если вы сейчас не выдадите мне все технические средства связи, которые были при вас, видеокамера и сотовый телефон, то мы вам начнем полы вскрывать. И вы под угрозой отдали, да? Ну да, смысла просто нет с ними бодаться. Все равно бы нашли. Подскажи, я так понял, они всю квартиру с ног на голову перевернули, правильно? Ты знаешь, вот я бы хотела так сказать, но они действовали почти корректно. То есть сначала они все огребали, а потом складывали достаточно аккуратно. Да, они перерыли все, но достаточно корректно. Получается, ни один документ они на руки вам не выдали, и с удостоверениями не дали ознакомиться до полного ознакомления. Ни один документ мне не выдан, копию на телефон снять адвокату запретили. У меня изъяли все, и мне не на что было сфотографировать и записать, ну хоть какую-то часть разговора. Вот, копию постановления не выдали, ну вот, как бы вот так. И маски никто не снимал, и никто не представлялся вообще, кроме Кадырова и Курденкова, которые удостоверение показали мельком. Подскажи, у них на спинах у кого-нибудь были какие-то надписи, там, следственный комитет, полиция, ОМОН? ОМОН были, да, два человека, три. Ты знаешь, они очень странно проводили обыск, они заходили, выходили, то есть вели себя так, как будто они, даже не знаю на каком действии, только обыском это назвать даже сложно было. Скольки комнатная квартира? Две комнаты, две комнаты, кухня. Тебя даже, тебя водили по комнате, то есть, вот как, по правилам они должны сначала в одной комнате обыск сделать при тебе и при поднятых, потом в следующую комнату перейти и там это все сделать? Сначала в гардеробной, но в коридоре все столпились, они начали собирать в мешок, то, что они нашли, вот, и стояли ко мне попой, сплошной стеной, я даже не видела, что они туда складывали. Потом просмотрели мельком туалет, ванну, естественно, что там-то ничего нет, все видно. Проследовали в кабинет, рылись там довольно долго, изъяли кортик Володин, а кортик он получил, когда заканчивал Нахимовское училище. Я об этом сказала, но, естественно, их это абсолютно не интересовало. Документы пока не трогали, их интересовали только всевозможные флеш-карты, накопители, системники, такого плана. Даже из моего фотоаппарата, из Мойницы, изъяли флеш-карту. Тебе применяли физическую силу? Дальше спрашиваю. Нет. Когда они вещи упаковывали, они их как, они их пакеты, да, какие-то черные паковали? Да, в черные пакеты. Пакеты у них с собой были? Причем они не, пакеты были с собой, они не озвучивали. Мы несколько раз с адвокатом просили, что вы хотя бы озвучивайте, что вы туда помещаете. Мы снимаем. Видеокамера стоит вниз, выключенная. Что они там снимают и что они выгребли, даже не могу сказать. А еще такой момент. Значит, нашли CD-диски у Володи старые. Ну, у него там были драйвера всевозможные для установки на компьютеры, на принтеры. Вот. И 30 с лишним этих дисков было изъято. Ну и представь, что можно потом вместо этих дисков, они были без особых надписей, что можно потом вместо них заявить, что вот тут было то-то и то-то и то-то. А поскольку это был отдел Э по борьбе с экстремизмом, то можно ждать всего чего угодно. Когда паковали все, они составляли опись? То есть обычно на пакет приклеивается, пакуются определенные вещи в пакеты, и на пакете составляется опись, что в пакете находится, и должны и понятые расписаться, и ты. Такое было? Да, такое было. Я не расписалась, расписывался адвокат. А как я могу расписываться, если я не вижу, что они туда запихали? А адвокат видел? Я не хочу за это расписываться. А адвокат тоже часто не видел. Я же говорю, что мы сидели, ну они там собрались полукругом такой кучкой, и складывали. А адвокат зачем расписывался, если не видел? Не знаю, он сказал, что так положено. Вы доверяете этому адвокату? Да, доверяю. Ну а что же он так делал? Он сказал, он сказал, что поскольку нам не выдан ни протокол, ни никаких документов, не дали сфотографировать, то завтра мы оспорим, и говорит, весь этот ваш сегодняшний балаган, говорит, просто фельдкина грамота. Вы, говорит, не понимаете, что вы делаете. Но они вели себя настолько нагло, потому что все практически наши знакомые уверены, что Катыров и Курденков мстят за 9 мая. Огромное количество роликов о этих безобразиях, которые были на 9 мая, нам присылают уже не только со всей России, но и за рубежа. И вот когда по Владимиру Юрьевичу был суд, буквально недавно, 19-го числа, именно в этот день Завьялов прям срочно улетел, нет, или 13-го он улетел. Ну, короче, один из судов был, когда у нас Завьялов улетел срочно в Москву. И все знали, что это по поводу 9 мая. Ну и, видимо, получил там чехпых, ему сказали, что как хочешь выкручивайся. И поэтому отдел «Э» решил просто изъять сначала, вот все изъять, всю технику из дома Шуманина, для того, чтобы потом уже из этого что-то слепить, нарыть какой-то компромат и сказать, вот видите, они тут экстремисты, мы их тут обезвредили. Ну вот как-то вот так. Так, а чем закончилось? Они все вывезли и уехали, и все? Ничего не оставили? Да, они все. Нет, конечно, они все вывезли и уехали. И это печалит меня. Сейчас у тебя под окнами стоит какая-то белая минивэн, да? Ты говорила. Нет, белая минивэн – это как раз наш. Вот туда дальше стоит, это непонятно какая машинка. Там уже кто-то из соседей подошел посмотреть. Да, она такая темненькая, вот подальше от нашего. Под нашими окнами это наша машина. А чуть дальше, вот как раз непонятно, и даже кто-то уже из соседей подошел посмотреть, что там и кто там. Потому что чужая машина, стоят, а у нас все любопытные. Дом маленький. И что там, кто-то сидит? Сколько их там? Знаешь, не очень хорошо видно, потому что, ну как я уже сказала, у меня не очень хорошее зрение, но видно, что включены фары, так, полуприглушенные, и работает двигатель. Ну, наверное, греются. Не видно, сколько человек. Стекла такие немножко полутонированные. А выйти из дома, как ты понимаешь, я не рискну сейчас. Потому что пока что я одна. А эта машина когда появилась? Она раньше появлялась? Нет. Я вижу ее первый раз. И обратила я на нее внимание, потому что собаки загавкали. А собаки гавкают, естественно, на чужих. И это было где-то час назад. Я не знаю, когда она подъехала, видеокамеры у нас не работают, видеорегистратор у нас украли. Видеозаписи никаких не сохранилось там, и внутри подъезда у вас вроде есть камеры, нет? Внутри подъезда все завязаны были на наш видеорегистратор. А, понятно. Они специально прошли вокруг всего дома, посмотреть, есть ли у кого-то из соседей камеры, чтобы изъять видеозаписи. То есть, если люди действовали по закону, тогда к чему такая скрытность? То есть, изъяли абсолютно все, что может показать на них. Изъяли, как я уже сказала, сотовый телефон, мою видеокамеру, видеорегистратор. И не дали ни протокола, ни возможности сфотографировать этот протокол. То есть, сделали все, чтобы не оставить никаких следов. Если вы действуете по закону, как вы говорите, и судья Доценко выписал это постановление праведным путем. Чего ж я так боитесь-то? Ну, и я не сдержалась и сказала Курденкову, не Курденкову, Кадырову. Сказала, что вы же называете себя офицером. Говорю, а как же слово чести? Вы сказали, вот вы при мне сказали, что сейчас в самоделке адвокат допишет, подпись поставит, число, время, когда все произошло, закончилось. И вы дадите возможность адвокату сфотографировать этот документ. И говорю, сейчас вы его схватили и утащили. Он так хитренько улыбнулся вот из-под этой маски, прям как дедушка Ленин, такие глазки прищуренные. Но я же не сказала, когда я дам возможность фотографировать. Может завтра, может послезавтра. Вот так. Ну, и я тоже не сдержалась. Говорю, как вас после этого можно уважать? Говорю, а вы требуете к себе уважения? Про Владимира что-нибудь спрашивали? Ни слова. А против кого-то еще применяется карательный мир, кто был на 9 мая? Ты знаешь, я думаю, что да, ко многим применялось. И мне кажется, что поскольку полиции там было достаточно много, скорее всего, что ко многим применялись какие-то мировоззрительные действия после того, как мы уехали. Потому что где-то я слышала, говорили, что когда вы уехали, хватали всех. Что это значит, я не знаю, потому что как-то вот до нас информация тогда не дошла. И я знаю, что выцепляли потом по одному, и именно заставляли, показывали там такие видеоролики. Ну, можно же нарезать все, что угодно. Вот что Шуманин прям чуть ли не спровоцировал все это безобразие. Тут то же самое. Вот Самоделкин сказал, что поскольку нам не оставили никакого документа и не дали возможность сфотографировать, то этот обыск тоже по меньшей мере незаконен. По меньшей мере. Вообще, как все эти себя, все опера вели? Они хоть поздоровались, сказали там, до свидания, всего хорошего? Или действовали просто в надо? Нет, конечно. Нет, просто пришли, ушли. Пришли, вот у нас постановление, ушли так же. Все, все, все взяли, пошли. Все. Не сказать, что хамовито, но вот эти ухмылочки под масками, эти довольные морды такие, что потому что сейчас мы вас тут расплющим. Но зря они в этот дом пришли. Просто очень зря. Я так понял, у вас там все друг друга знают? Да городок маленький, конечно. Тут на всю Камчатку 1300 человек осталось. Ну и половина из них живет в городе. Ну, представь, деревня городского типа. Других фамилий не знаешь, кто еще присутствовал? Понятые называли свои фамилии? Нет. Мне, во всяком случае, они показывали, понятые показывали свои паспорта кому-то из этих двух массовиков-затейников, Курденкову и Кадырову. А я попросила назвать фамилии, мне их не назвали. То есть, ты даже не знаешь, кто был понятым? Не знаю. На вид похоже на полицейских. Характер стойкий, народический. Мужчины, женщины? Все мужчины. Как ни странно, славянской внешности. Просто думаю, пока все это свежо, нужно быстренько рассказать, а то охрен его знает, что от них надо ждать завтра. Последний телефон отберу. Да, смотри, Надежда, у меня к тебе совет такой на будущее. Вне зависимости от того, есть у тебя телефон, нету, когда заходят вот такие, ну, вообще нужно это идентифицировать. Достаешь ручку, бумажку и записываешь на бумажку имя, отчество, фамилия, как выглядит, особые приметы, родинка, я не знаю, шрам под правым глазом или еще что-то. Рост такой-то, вес такой-то, мужчина плотного телосложения, одет в такую-то одежду, голос, допустим, акцент похож на такой-то, там, рязанский, там, ставропольский и так далее. Вот такие особые приметы, все это записывается, вплоть до того, что сколько звездочек на погонах, если не разбираешься в званиях. Нет у них погонов, они все по гражданке. И ты знаешь, такое ощущение, что их это так радует, что, ну, вот мы что-то знаем, такое, чего не знаете вы. Ведь потому что законы не работают, давайте, давайте вот тут на что-то ссылаетесь, а все уже совсем по-другому. Ну, конечно, у них сейчас просто, вот как-то вот так. Понимаешь, у них в связи с этим масочным режимом, масочным, перчаточным, у них сейчас вообще это, райская работа настала. Заходи, делай, делай, что хочешь, и никто тебя не узнает, кто ты, что ты. Да-да. Поэтому я и говорю, что первое, когда я их увидела, первое, что мне пришло в голову, теперь я понимаю, зачем масочный режим. Если раньше была хоть какая-то надежда, что кто-то из-под пола их там заснимет, узнает в лицо, или они отпечатки оставят, то сейчас, ну, это полный, полный, полный беспредел. Точно. Это точно. Ну, короче, вот как-то вот так. Все. Ну все, жду от тебя материалов. Держись, не бойся. Тебе бояться нечего. За тобой правда. Конечно, нечего, да. И ничего, да, и не привыкла я бояться. Это больше похоже на грабеж. В таком виде. А подло, это подло. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok